Дизельное топливо в нашем городе в последние недели можно получить далеко не всегда. Особенно проблема ощущается при заправке с наличным расчетом. Сотрудникам же предприятий при наличии талонов топливо получить удается, но тоже не на каждой станции. Как, проблемы не ощущаете с дефицитом на фоне последних событий? Ощущается, конечно. Дорого все. Вы по какой цене заправляетесь? 270. 265-270. А на каких заправках приходится заправляться? Или как находите решение, если нет топлива? Где есть в наличии, то в наличии даже нет уже. Примеры можете привезти, где есть, где нет? Ну, Меркурий, например. Я вот с заправки еду, нет топлива. Даже на наличку нет. Цена дорогая, 270 деньги. Где-то по-разному, не знаю. Это может коммерция какая-то. Может где-то заводы не работают. Сами нефть правоизводим, сами в других. В России, говорят, покупают. Ну, по-разному где. Где-то бывает, очередь забита. Не успеваем, где-то застреваем. Периодически на заправках можно видеть октябинцев с большим количеством канистр. Сложно предсказать, когда в городе может появиться необходимость заправиться. Ведь, по словам водителей, бывают случаи, когда техника просто вставала посреди пути от того, что заправки с заветным дистопливом найти так и не удавалось. Наша машина приезжала, на буксир забирала, на базу. Бывало, что на базе застревали, что солярки нету до сюда. Давно такие проблемы начались? Ну, один раз и все, больше этого не повторялось. Забитые. Особенно вот эта заправка хорошая, бац и жир. Вовремя тут и наличка, и талон, что хорошее. А в других заправках бесполезно. Бывало, останавливали технику. Бывало, останавливали. Да, три дня стояли. На сегодняшний день дизельное топливо на заправочных станциях города при наличии отпускается по цене от 200 до 270 тенге за литр. Как долго еще будет ощущаться дефицит, неизвестно. А пока некоторым октябинским водителям на дорогах придется и дальше держать в уме вариант возможного вызова буксира для своих дизельных авто. Влад Рогушев, Жасул Анжубаев, программа «Факт».